Звук последнего звонка В начале наш фестиваль даже в 2022 году. Мы назвали его «Концерт между взрывами». И это было действительно так. И символическое открытие Харьков Мьюзик Феста состоялось в метро, в безопасном на тот момент месте в городе. И мы решили не прекращать свою деятельность. И в течение определённых месяцев мы давали концерты. Конечно, это не был фестиваль в том смысле, в котором мы его понимали. Мы быстро изменили формат, и это были концерты поддержки камерной музыки. И Екатерина завсегдатой Харьков Мьюзик Феста. Говорит, за шесть лет его существования в Харькове можно было послушать звёзд с мировым именем, которые с удовольствием выступали на одной сцене с ведущими украинскими оркестрами. «Мне нравилось то, что в какой-то момент этот фестиваль перестал быть каким-то пафосным событием. Это просто происходило очень часто. Очень разные исполнители приезжали. И у тебя была возможность послушать совершенно разных исполнителей с разным опытом, с разными вкусами. И это в хорошем смысле слова становилось такой привычкой, а не чем-то, что случается три раза в жизни. И ты такой весь вау». Дирижёр из Испании Рок Фаргас впервые в Харькове. Он единственный из иностранных исполнителей, который принял приглашение и согласился приехать в прифронтовой город, рассказали организаторы. Фаргас изучал музыку в Кембриджском университете, где начал дирижировать симфоническим оркестром. Получил степень магистра в Королевской академии музыки в Лондоне. Успел объездить Европу, Индию и Америку. И когда его пригласили выступить с дебютным концертом в Харькове, ни минуты не сомневался. «Для меня большая честь быть в Харькове и открывать этот фестиваль. Артистический директор Харьков Мюзик Феста очень много мне рассказывал о Харькове. И выступление здесь – это моя миссия, которая побеждает страх. Конечно, я бы хотел остаться здесь надолго и посмотреть другие города Украины. Я уверен, что в будущем я это сделаю». Для артиста в оркестра «Киевская камерата» приезд в Харьков и участие в фестивале – особенное событие. 30 лет назад харьковчанин Валерий Матюхин основал их коллектив, который знают и слышали во всем мире. «Маэстро очень хотел приехать в родной город с концертом, чтобы сыграть украинскую музыку, но, к сожалению, не успел», – рассказала директор ансамбля Богдана Пивненко. «Он всю жизнь мечтал приехать со своим оркестром, с киевской камератой, приехать в Харьков. И я даже обещала ему, что мы это сделаем. Но то ковид, то война. К сожалению, он не дожил до этого события. Поэтому именно этот концерт мы посвящаем его памяти. Это открытие Харьков Мьюзик Фест. Это юбилейный сезон. Мы праздновали в августе 30-летие коллектива. Этот сезон юбилейный. И, безусловно, вот оно всё так совпало. Для нас это очень важный концерт». Концерт открытия Харьков Мьюзик Феста собрал полный зал. Для харьковчан посещение всех концертов бесплатное. Программа фестиваля рассчитана на полтора месяца. Организаторы обещают после гала-концерта по завершению сделать донаты на развитие детских музыкальных коллективов.